Всем добрый вечер уже. Спасибо всем, кто остался, сохранил в себе силы, чтобы послушать меня с серьезной информацией, которая не всегда сильно позитивная и вдохновляющая, возможно. Я бы вам хотела в своем выступлении рассказать немного общую информацию о том, зачем вам, людям творческой профессии, дизайнерам нужны юристы, каким образом мы можем вам помогать и почему вам с нами лучше сотрудничать изначально, чтобы ваша деятельность была более спокойной, более позитивной и не отвлекала вас на вопросы, которые с этими вещами не связаны. Конечно же, два основных момента. Это зачем дизайнеру юрист и в каких ситуациях его нужно привлекать. Первое. Это превентивные действия, как я написала в своей презентации. То есть это изначально, когда вы формируете свои бизнес-процессы, когда вы думаете о том, как будет построена ваша деятельность, когда вы думаете, как и каким образом это все оформить и нужно ли это оформить. Составляете договоры, соглашения, акты, форму любых других документов и для этого привлекаете юриста. Тем самым вы защищаете себя от возможных негативных последствий в будущем и тем самым вы убираете иллюзию о том, что профессия творческая, юриспруденция здесь далеко, она не нужна. И весь этот формализм, он не нужен. Нет, к сожалению или к счастью, он нужен и нужен как раз на этапе формирования вашей деятельности, формирования всех ваших процессов, чтобы потом не возникало спорных ситуаций, стрессовых ситуаций, финансовых потерь и так далее. Если вы изначально об этом подумаете, изначально уделите этому небольшое количество своего времени, действительно немного времени надо, чтобы с юристом разобраться во всем, ответить на вопросы, которые есть у вас, зафиксировать это все и в дальнейшем спокойно работать, не вспоминая об этих вопросах, больше никогда возможно. Ну и разумеется, второй вариант – это когда вы привлекаете юриста на стадии конфликтов. Очевидно, зачем это делается, то есть когда есть спор уже с заказчиком или с кем-либо еще, с соисполнителями и любыми другими третьими лицами, поставщиками и так далее. То есть когда мы уже перешли в стадию конфликта. Здесь, конечно, как правило, юрист привлекается, но очень часто это уже не приносит никаких плодов. Потому что если изначально деятельность не урегулирована, не регулирована, не вами каким-либо образом не оформлена, то юрист, он все-таки не волшебник, к сожалению. И очень часто с ситуациями спорными мы справиться не можем, просто потому что у нас нет механизмов. Юрист всегда работает с документами. Это вы должны понимать для того, чтобы осознать, как и когда можно обращаться к юристу со своей проблемой. То есть если нет документов, очень сложно как-либо вообще разобраться со спорной ситуацией. Я здесь сформировала список того, в чем мы, лично я, другие юристы, работающие в сфере дизайна интерьеров, хотим помочь разобраться и вам, и нам, и еще и указала судебным органам. Почему судебным органам? Потому что мы, юристы, и судьи, которые разрешают споры, медиаторы, которые разрешают споры, или любые другие лица, которые участвуют в разрешении конфликтов, мы не дизайнеры, мы не понимаем многих вещей, мы не разбираемся, мы не видим вашими глазами, мы не можем оценить деятельность, мы не можем оценить конфликт с точки зрения творчества. И если нам вместе не сформировать эти механизмы, то эта ситуация, она так и останется неразрешенной. То есть сегодня ключевая проблема в чем? Сфера дизайна интерьеров не урегулирована никаким образом. Поэтому именно наши договоры, наши иные документы, наши коммерческие предложения, наши коммуникации с заказчиками, именно они и формируют то правовое поле, в котором мы вместе можем работать. Вы работаете с заказчиками, мы, юристы, работаете с конфликтами, если такие возникают. Из этих вопросов ключевое. Что есть дизайн-проект? Это, как ни странно, несмотря на довольно длительное существование профессии, масштабного рынка на сегодняшний день, этот вопрос все равно актуален. И этот вопрос ключевой вообще в разрешении любых конфликтов. Потому что если возникает спор, этот спор как раз изиждется на том, что никто не знает конкретно, что такое дизайн-проект, что он из себя представляет. Творчество это или проектирование, или еще что-либо третье. Именно поэтому мы с этим разбираемся. Мы формируем это в документах. То есть мы описываем, что дизайн-проект это творческий продукт. Это результат именно творческой интеллектуальной деятельности. Это не проектирование. Мы даем максимум ссылок на то, что это не проектная документация, не градостроительная, не какая-либо еще. Но это делаем мы. Потому что определения, что такое дизайн-проект, нет. И когда возникают какие-либо споры, этот вопрос встает самым первым. И ответ на него, разумеется, дать никто не может. Со стопроцентной уверенностью. А что же это есть такое? Более того, разные определения даются разными дизайнерами. Соответственно, как можно говорить о том, что будет единое мнение у органов, разрешающих споры, если нет в принципе единства мнения среди профессионалов этого дела. Поэтому очень советую вам иметь соответствующий договор, где будет зафиксировано, что же это для вас. И что вы даете заказчику в качестве дизайнера интерьера, в качестве дизайн-проекта. Чем регулируется деятельность, каковы критерии оценки качества. Это очень взаимосвязано с предыдущим пунктом. То есть мы сами своим договором даем и заказчику понимание, и органам, разрешающим споры, если такие возникают, понимание, на что же нам надо ориентироваться, если возник спор. Основная проблема отрасли на сегодняшний день, я говорю именно о судебных спорах, что оценка уходит в строительные экспертизы. То есть мы с вами уходим в экспертизу, которая никогда в моем опыте, в моей профессиональной деятельности не было ни разу, чтобы экспертиза признала качественным выполненный дизайн-проект. Потому что идет ориентир совсем на иные нормы. На нормы, которые регулируют не документацию дизайн-проекта, не то, что должно быть в дизайн-проекте, а регулируют совсем другое. Регулируют строительные чертежи. Все, что связано со строительством именно. Поскольку деятельность дизайна интерьера никак не урегулирована, судьям тем же ничего не остается, как прибегнуть к тому, чтобы ориентироваться на эти экспертизы, на эти нормы, если им не дать ничего взамен. Поэтому мы им даем взамен договор, в котором четко установлено, что качество мы оцениваем по моему же портфолио. Я дизайнер интерьера. Я выдаю вот такие дизайн-проекты. Вот примеры. Заказчик пришел ко мне. Я ему показала свои дизайн-проекты. Ему понравилось. Он согласился. Мы договорились, что на выходе он получит то же самое. Но только, соответственно, ценой и составляющей по дизайну. Это тот критерий, который мы сами должны обозначить. То есть вы должны понять, что вы должны задать вектор, по которому вас впоследствии будут оценивать. Будут оценивать ваш продукт и результат вашего труда. Иначе будет очень сложно, потому что этого вектора в принципе нет. Далее. Какие вопросы мы должны для себя определить? Что есть авторский надзор? Что есть комплектация? Что есть управление проектом? Это услуги, которые очень-очень тесно взаимосвязаны. Очень у многих они переплетаются. Соответственно, очень многие не разделяют, где пределы. Где пределы ответственности дизайнера в рамках авторского надзора? Где пределы ответственности в рамках комплектации? В чем разница между авторским надзором и управлением проекта, например? Для этого и существуют договоры. Пока вы договариваетесь с заказчиком на словах, то есть пока вы пытаетесь ему что-то объяснить, очень часто бывают ситуации, когда заказчик вроде понял, вроде все хорошо. Но возникают спорные ситуации, возникают конфликты, у заказчика появляются вопросы. И разумеется, как правило, эти вопросы вытекают в то, что он не того ожидал, он думал, что входит гораздо больше, он думал, что дизайнер отвечает за все, за всех, и несет в том числе финансовую, материальную ответственность за действия других третьих лиц, за которых вы в принципе отвечать не можете. Поэтому для того, чтобы эти вопросы были четко раз и навсегда разрешены, вам необходимо самостоятельно и в том числе с помощью юриста определить это, прописать это в своих документах, чтобы никаких споров хотя бы на этот счет не возникало. Споры они и так будут, но чтобы они не касались хотя бы того, чем же является авторский надзор, комплектация, управление проектом, и кто что кому обязан в рамках оказания соответствующих услуг. И еще один момент — это права на результаты интеллектуальной деятельности. Это на сегодняшний день тоже очень актуально. Очень многие об этом задумываются, но далеко не все понимают, что же это за права такие, как их защищать, что в них входит, когда они нарушаются, а когда не нарушаются, какими действиями вы их нарушаете, а какими не нарушаете. В том числе все положения договоров, которые связаны с тем, кому же принадлежит дизайн-проект. То есть здесь ни дизайнеры, ни заказчики не понимают до конца, что значит интеллектуальные права на дизайн-проект. Заказчики боятся, что если права принадлежат вам, они не могут использовать дизайн-проект, а делать по нему ремонт и приводить туда гостей. В свою очередь дизайнеры не могут объяснить заказчику, что нет, на самом деле вы можете приводить гостей, можете фотографировать себя, фотографировать в интерьерах, ничего вам за это не будет. Вы просто не можете мой проект продавать другим людям по стояку. В этом существенная разница. А я могу использовать свой проект на выставках, я могу использовать на конференциях, в разных конкурсах и так далее. И мне это важно. Результат интеллектуального труда для меня важен. А заказчику по факту он не нужен, потому что ему нужен просто дизайн-проект, который он может реализовать. Вот этот момент очень многие не понимают, в договорах не отражают, и в результате возникают споры, которые никто не может разрешить, потому что нет взаимопонимания. Но его и не будет, именно потому что есть непонимание на уровне нюансов, которые вы могли бы просто для себя один раз разобраться, с помощью или без помощи, отразить это в договоре для заказчика и больше к ним не возвращаться. Что важно понимать при ведении деятельности, мы говорим о дизайнерах интерьера. Во-первых, важность официальной регистрации своей деятельности. Конечно же, каждый из вас решает самостоятельно, в каком статусе он хочет работать, как выгодней, решает это с бухгалтером, с кем угодно еще. Но тем не менее, что здесь важно понимать? Официальная регистрация важна с точки зрения вашего просто спокойствия, потому что в любом конфликте практически всегда, если возникает спор заказчика и дизайнера, заказчик начинает угрожать всем, просто всеми возможными инстанциями. Налоговая, Роспотребнадзор, прокуратура, куда только они не идут писать. Это угроза, которая слышится со всех сторон и постоянно. И для этого, если вы понимаете, что для вас это действительно важно, вы должны осознать, что нужно деятельность регистрировать. На сегодняшний день есть хорошие механизмы, я думаю, о них все знают, помимо индивидуального предпринимателя ООО, самозанятый, соответственно, нужно просто для себя выбрать, что вам удобнее, что вам больше подходит и работать в соответствии с выбранным вам способом организации вашей деятельности. Но это важно понимать, что это не просто так. Это всегда всплывает, если возникает какой-то спор. Далее, самое главное, с чем до сих пор приходится сталкиваться и с чем до сих пор приходится спорить, в том числе мне как юристу с моими заказчиками-дизайнерами. Каждый вид деятельности дизайнера должен быть оформлен отдельным договором. Это истина, которая уже бесспорная. То есть, если изначально мы еще как-то пытались идти навстречу, объединять, что-то вписывать в один договор, услуги, не разбивать на разные договоры, потому что дизайнеры боятся подписывать заказчикам много документов, боятся, что один договор будет подписан, другой не будет подписан. И так далее. Но на выходе единственный вариант безопасной юридической деятельности дизайнера, это чтобы каждая услуга была оформлена отдельным договором. Во-первых, потому что эти договоры разные. То есть договор на дизайн-проект и договор на авторский надзор, они очень разные. В них практически нету никаких сходных положений, которые бы одинаково регулировали деятельность по созданию дизайн-проекта и деятельность по осуществлению авторского надзора. Это абсолютно два разных вида деятельности. Если вы объединяете это в один договор, то, как правило, ущемляется авторский надзор. То, что я видела договоры. Соответственно, про авторский надзор три абзаца, ничего не понятно, кто кому чего должен, сколько заказчик за это платит, в результате споры. И, что здесь немаловажно, споры касаются всего договора. То есть вы должны понимать, что разделяя услуги, например, на три договора, дизайн-проект, авторский надзор, комплектация, вы создаете определенную безопасность для каждой из этих услуг. Если вы уже выполнили дизайн-проект, у вас идет авторский надзор, практически закончен, и идет комплектация, то если возникает спор, он касается всего договора, если договор один. То есть в данном случае у вас весь договор, и все полученные по нему денежные средства подпадают под определенный риск. Если же это договоры разные, то когда вы закончили дизайн-проект, вы соответствующие договоры закрыли. И так далее. Поэтому, пожалуйста, очень прошу, не объединяйте, не пренебрегайте разделением на разные договоры. Один раз составьте на каждую услугу свой отдельный договор и пользуйтесь ими. И тогда большинства проблем можно будет избежать. Далее, очень важный момент, связанный с договорами, это то, что каждый договор должен быть закрыт актом в конце. Промежуточные результаты вы можете предусматривать разными способами. У кого-то это внесение оплаты, если это авторский надзор, то это журнал авторского надзора. То есть могут быть разные способы, разные методы, но в конце всегда обязательно подписывайте акт. Как бы ни было развито наше информационное поле, электронные технологии и все в этом духе, но в судебной системе на сегодняшний день существует презумпция того, негласная, конечно, презумпция того, что если нет акта, то работы не сданы, услуги не оказаны, не приняты, как угодно. То есть пока вы не закрыли акт, вы не закрыли договор, не подписали акт, прошу прощения. Соответственно, этим тоже не стоит пренебрегать. Хотя бы на завершение договора, на его закрытие, составляйте акт. Это можно предусмотреть договором, что это будет в электронном виде, то есть как вам здесь удобнее, не обязательно обмениваться всем по почте, если соответствующие положения предусмотрены договором. Но это должно быть. То есть вы обязательно должны это делать. Вы должны понимать, что только подписанный акт сдачи приемки выполненных работ или оказанных услуг полностью свидетельствует о том, что работы сданы и заказчикам приняты. И что споров, скорее всего, в 99% случаев не возникнет. Далее, что важно, это про договоренности. Что все ваши договоренности с заказчиком существенные. Конечно же, что-то вы можете обсуждать устно. Но существенные должны быть зафиксированы письменно. Основной здесь такой момент, с которым сталкивалась, и который вопрос тоже возникает, это перепланировка. То есть очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда с заказчиком все обсудили, заказчик со всем согласился, где-то что-то даже там в мессенджере, возможно, написал, что он согласен. Но никаких соглашений не подписали, нигде не зафиксировали. Возникает проблемная ситуация. Заказчик приходит согласовывать перепланировку, о которой вы ему говорили, что есть нюансы, например. Или вы предупредили, что надо согласовать, но он не пошел согласовывать. И впоследствии он предъявляет претензии вам. А у вас письменно ничего не зафиксировано, что вы договорились. Последний раз, когда я была в суде, на мою фразу, что договорились, судья, разумеется, задала вопрос, где эта договоренность зафиксирована. Поэтому вы должны понимать, опять же, не пренебрегать ни в коем случае, лишний раз, лишнее какую-то договоренность, существенную, еще раз обращу внимание, с заказчиком зафиксировать письменно. Это касается, в частности, еще, например, изменений технического задания. Если вы с заказчиком о чем-то договорились, а он потом передумал, сказал, что он хочет иначе теперь, это должно быть зафиксировано письменно, иначе потом вы просто не докажете, что это он что-то поменял. И, соответственно, это были его пожелания, которые вы внесли в дизайн проект, которые отличаются от первоначального ТЗ. Если у вас первоначальное ТЗ подписано письменно, любые изменения вы должны тоже фиксировать письменно. Далее. Объем обязательств должен обсуждаться до заключения договора. Это я написала больше для того, чтобы вы понимали, ну, это больше коммуникация с заказчиком, конечно же, чтобы все-таки основной момент с тем, что будет входить в договор, а что не будет, заказчик понимал до его заключения, чтобы впоследствии вы не сталкивались с теми спорами, которые связаны именно с тем, что вы друг друга недопоняли. Или заказчик что-то не так услышал, вы что-то не так сказали. Соответственно, в данном случае очень хорошо работает коммерческое предложение, в котором прописывается тот объем обязательств, которую вы заказчику готовы предоставить за определенную сумму. Если вы боитесь, что коммерческое предложение вас к чему-то обяжет, то в данном случае скорее нет, потому что в договорах все, как правило, указывают, что любое предшествующее подписанию договора переписка, переговоры и так далее юридической силы не имеют по факту. То есть коммерческое предложение, оно до подписания договора, и, соответственно, если даже там был какой-то объем обязательств больше, чем вы потом с заказчиком договорились, или вы что-то передоговорились, что-то отличается от этого коммерческого предложения, то вы можете не бояться, что вы, направляя его, себя обязали уже 100% выполнить то, что вы там написали. Нет. Для этого существует соответствующее положение договора. И еще один момент, уже не связанный не с заказчиками, а с третьими лицами, которых вы привлекаете в свою деятельность, это соисполнители, визуализаторы, чертежники, помощники и так далее. Все отношения с ними также должны быть оформлены договором. Здесь есть ключевые моменты, это связанные, во-первых, с налоговыми спорами, если вдруг какие-либо проверки, то вы должны иметь возможность документально подтвердить ваши оплаты определенному лицу. И это связано с защитой вашей интеллектуальной деятельности, чтобы никто не претендовал на результаты вашего творческого труда. Если это ваш труд, а вы привлекаете просто специалиста в качестве технической помощи, то только договором вы такие рамки установите. Иначе могут возникнуть споры, и они очень часто возникают в этой связи. И, соответственно, момент с исполнением обязательств. То есть если вы нарушаете обязательства перед заказчиком в результате того, что ваш помощник или ваш визуализатор нарушил обязательства перед вами, чтобы у вас была возможность соответствующую ответственность транслировать на данного человека и взыскать с него неустойки, которые вам может предъявить заказчик. То есть для этих моментов вы должны все регулировать договором. Это не связано банально с тем, как вы деньги передаете. Очень многие думают, что договор нужен просто для того, чтобы официально деньги передать или не передавать, или еще как-то. Нет, здесь все гораздо глубже и гораздо большее количество моментов данные договоры для вас закрывают. Какие возникают основные споры? Первое, разумеется, это связанные с объемом обязательств. То есть в данном случае то, о чем я сказала, что каждый договор должен заключать в себя, что в него входит, что в него не входит, какие обязанности есть, каких обязанностей нет. Это должно быть прописано четко. То есть пример основной – это связанный с внесением корректировок в разрабатываемый дизайн-проект. То есть здесь до сих пор очень часто встречаются такие договоры, где нет четкого количества. То есть по-хорошему нужно писать на каждом этапе, будь то планировочное решение, до трех корректировок. Например, важно до, потому что корректировок может не быть, может быть одна, но тем не менее это должно быть указано. Если вы это не указываете, и указываете, что просто планировка пока не понравится заказчику, это вы сами себе роете яму таким образом, потому что можно попасть в такую кабалу, а выбраться из нее практически невозможно без потерь. Поэтому четко должно быть прописано, что входит, в каком количестве, что не входит. Если вы понимаете, что заказчики не понимают, например, что в авторский надзор не входит проверка качества выполняемых строительных работ, что это не ваше, значит в договоре должно быть это написано, не нужно этого бояться, не нужно бояться лишней строчки в договоре. Это вас только убережет в случае споров. Сроки выполнения обязательств. Еще второй момент со спорами. То есть здесь никогда не указывайте точные даты. Они никогда не попадают. Ваши сроки связаны напрямую с заказчиком. Сроки должны быть указаны только того времени, когда вы выполняете свою работу. Никакое иное время указано здесь быть не должно. То есть вы должны ограничить, что пока заказчик думает, эти сроки не идут. Это уже не ваши сроки, это сроки его. Качество выполнения обязательств. То, что я говорила в самом начале, что в договоре должно быть прописано, какие критерии оценки качества. Если это дизайн проект, то в данном случае это ваше портфолио. Если это авторский надзор, то это соответствие дизайн проекту. Эти критерии тоже отражаем. И ключевые ошибки, которые дизайнеры допускают в своей деятельности, и на сегодняшний момент тоже. Первое. Не заключать договор. Очень многие думают, что если договора нет, то проблем нет. Нет, это так не работает. Как правило, договора нет, но поступление денежных средств есть. Потому что заказчики деньги не отдают просто так наличкой, без расписок, без чего-либо, или не переводом на банковскую карту. Как только вы получили денежные средства, значит, у вас либо обязательства возникли, либо вы их получили необоснованно. И в том и в другом случае к вам могут предъявить претензии. Если договора нет, отбивать вам эти претензии, скорее всего, нечем. Заключить договор, но покороче. Это запросы приходят до сих пор. Очень длинный договор, надо покороче, надо бы что-то удалить. Это плохой запрос юристу, потому что, как правило, мы не пишем никаких сочинений в договорах, все четко по делу, соответственно, что-то удалять просто так. Зачем? В общем-то, ни разу еще в моей практике заказчик не отказывался от дизайн-проекта, потому что длинный договор. Но договор длинный именно потому, что ваша деятельность ничем не урегулирована. То есть потому что мы все прописываем договором. Что, как, почему, кто, кому и что должен. Заключать один договор сразу на все. И про это я уже сказала, что так делать не надо. Заключить договор, но не соблюдать его. Это тоже очень большое нарушение, потому что очень часто договоры заключаются, но либо не читаются самим дизайнером, либо просто договор заключили и забыли, что там написано, как мы должны согласовывать. Там написано по электронной почте, мы все в WhatsApp ведем. И потом мы говорим, у нас переписка в WhatsApp, но в договоре написано, что вы по электронной почте общаетесь. Договором написано, что мы акты заключаем на каждый этап. На деле у нас та же самая переписка в WhatsApp, где нам сказали, ок, сойдет. То же самое вопрос. Договор у вас есть, вы сами же его не соблюдаете. Это существенные проблемы несет в первую очередь вам. Делать то, что не входит в договор, полагая, что за это будет оплата. Вы должны запомнить, что устоявшаяся судебная практика гласит, любые несогласованные доп. работы, они не оплачиваются. То есть если только заказчик захочет, это будет исключительно добровольно, вы не сможете предъявить. Ну и брать на себя ответственность, не предусмотренную договором, это часто в комплектации встречается, когда договором не предусмотрено, но дизайнер идет, принимает товар, еще что-то, еще что-то, ставит свои подписи, и при этом за это соответствующую стоимость не назначаете, но соответствующую ответственность вы на себя берете. Делать так не надо, потому что за это спасибо вам никто не скажет. Действуйте, пожалуйста, строго в рамках вашего же договора. Не выходите за него, полагая, что впоследствии вы сможете что-то кому-то предъявить. Вы сможете предъявить ровно за то, что написано у вас в договоре. Это уже правило, которое устоялось и в больших строительных спорах, то есть это правило в судебной практике скорее всего будет не перебить. Это вот ключевые ошибки, ключевые моменты, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Дальше у нас вопросы, да? А слайд с контактами-то есть? Да. Или вы хотите скрыться ото всех, чтобы никто вам вопросы не задавал? Нет, задавайте вопросы. Так, ну, друзья мои, давайте где-то минут, наверное, 7 уделим на вопрос. Вопросов очень много, спасибо вам большое. Некоторые повторяются, поэтому давайте их сейчас выведем на экран. Я вам зачитаю. Давайте в таком блиц-режиме. Если услуга бюджетная, и заказчик отказывается платить, стоимость разбирательствует дороже услуги, ввязываться в это не хочется. Как обезопасить? Единственный вариант в данном случае обезопасить себя – это сделать предоплату. То есть вы не можете себя обезопасить таким образом, чтобы заказчик вам не заплатил. Он может не заплатить, и вам придется спорить. Единственный в данном случае вариант – предоплата, особенно если бюджетный проект, и, соответственно, заказчик на это может пойти. Я думаю, что это единственный стопроцентный вариант. Основные ошибки при составлении договоров дизайнерами. Ну и сколько стоят услуги юриста? Основные ошибки при составлении договоров – это то, что дизайнеры составляют договоры. Вы уж меня извините. Это вот быть не должно. Я не черчу дизайн проекта и не составляю планировки. Банально то, что вещи, которые вы думаете, что вас обезопасят, они в итоге работают вам не на руку. Можно я пример один приведу, чтобы было наглядно? У меня был договор, мне прислала девушка, мы вместе составляли, но она внесла туда формулировку, думая, что это ее защищает. У нас был прописан срок в рабочих днях. Она написала, что по соглашению сторон заказчик праздничные выходные дни в срок выполнения обязательств не входит. И теперь получается, что я написала, что у нас в принципе сроки в рабочих днях, и все, и не надо больше. А она написала, что только по соглашению сторон, в общем-то, тогда срок не входит. То есть тем самым сама себе вырыла яму того, что а если этого соглашения нет, то заказчик скажет, ну будь добра, работай в выходные. Не надо самим себе составлять договор. Ошибок там очень много, их все не перечислить, к сожалению. Так, и сколько стоят услуги юриста? По-разному. Ну давайте про вас. Ну что, вот сколько стоит прийти и сказать, Лена, помоги? Помогаю я тоже по-разному. Ну, средняя стоимость составления договора 15 тысяч. Это средняя. Вот плюс-минус зависит от каждой конкретной ситуации. Скажите, у вас есть шаблоны? У нас все всегда дайте шаблон. И я знаю, что вы мне сейчас ответите. Ответьте всем. Шаблон на дизайн проекта, на авторский надзор есть. Прекрасно. А есть ли возможность у самозанятого сотрудничать с поставщиками и получать бонусы, поскольку самозанятым нельзя выступать агентом? Что посоветуете? Ну это вопрос больше из России, что нам как бы нельзя, но мы найдем пути, чтобы было можно. Ну, смотрите, варианты, конечно же, есть. Здесь ключевое в чем заключается. Нельзя заключать агентский договор. То есть вы не должны заключать с поставщиком агентский договор. И вы не должны заключать договор, который будет назван договор на оказание услуг, а дальше будет написано агент привлекает нам клиентов. Так тоже нельзя. То есть вы можете заключить договор. В моей практике встречались разные. Оказание услуг консультационных, еще каких-либо там. Но это должен быть договор исключительно на оказание услуг. Из него, даже из его сути не должно следовать, что он агентский. В таком случае, конечно же, никто вам претензии за полученные бонусы не предъявит. Ну, потому что это будут не бонусы, а вознаграждения по договору. Спасибо. Имеют ли юридическую силу согласование этапов проекта по электронной почте? Да, если это написано в договоре. То есть если в договоре у вас предусмотрено, что вы согласовываете результаты этапов по электронной почте, то, разумеется, это будет нести юридическую силу в себе. Несет ли какую-то юридическую силу переписка в мессенджерах? Возможно ли оставить позицию, ссылаясь на сообщение от заказчика? Какую-то здесь ключевую. Какую-то несет. Скажу честно. Опять же, если это прописано в договоре, но мессенджеры – это очень опасная штука. Ключевое сообщение в мессенджерах удаляются. Не заверенные нотариально скриншоты, просто вашей переписки, которые уже нет в телефоне, 90% что никакой юридической силы нести не будут. То есть если возникнет спор, банально, что скажет заказчик, этой переписки не существовало, ее нет, и вы все нафотошопили себе на компьютере. А судья в это поверит. То есть судья не будет разбираться, и судья решит, что недостаточно доказательств. Имеет ли вес электронная подпись? Конечно. Конечно, имеет. И даже на сегодняшний день, ну не на сегодняшний день, а в принципе с положениями гражданского кодекса, вы можете прописать в договоре, что простой электронной подписью вы считаете что угодно. Скан копии. То есть вы в сканах подписали, это уже простая электронная подпись. Переписка по электронной почте. Это тоже будет простая электронная подпись, которая несет юридическую силу, как оригинал документа. Варианты решения в ситуации, если заказчик не подписывает акт. Направить ему акт по почте и спать спокойно. То есть вы ему направили, дальше уже его проблемы, он должен вам обосновать, почему он его не подписывает. Если он просто молчит, работа считается принятой автоматически. Но это тоже лучше прописать в договоре. Как указывать срок выполнения проекта, до какой-то даты или количества дней? Вот до какой-то даты нельзя, вообще нельзя. Количество дней, количество дней по каждому этапу, и именно количество дней, когда работаете вы. То есть вы не можете включить ваш срок, срок, когда заказчик думает, и срок внесения тех же корректировок, потому что вы не знаете, сколько заказчик их попросит. Вы должны предусмотреть исключительно срок в количествах дней на выполнение вами ваших обязательств. Возможно, на внесение каждой конкретной корректировки. Но ни в коем случае не общий срок и ни в коем случае не календарная дата. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что никто никогда практически в календарную дату не вписывался. Так, смотрите, сейчас я… Что делать, если бригадир заказчика настроен против дизайнера, и заказчик уверен, что финансовые затраты за переделки рабочих несет дизайнер? Это, наверное, один из таких основных конфликтов настройки, когда строитель говорит, что во всем виноват дизайнер, он что-то недочертил и так далее. Ну, во-первых, это все решается обычно официальными претензиями, что ли, что когда вам объективно объясняют. То есть здесь ключевой затык всегда происходит, когда вы говорите, объясните мне по пунктам, какая переделка в результате какой ошибки в дизайн-проекте возникла. И вот, как правило, этого сделать не могут, если действительно не дизайнер виноват. То есть бывают случаи, когда действительно ошибка дизайн-проекта, тогда на моей практике дизайнер переделывает, и все, и никаких вопросов тут не возникает. Но если это просто настроил против, во всем виноват дизайнер, попросить обосновать причинно-следственную связь возникших затрат с ошибкой в дизайн-проекте. И там уже вы будете понимать, с чем вы имеете дело, и как с этим дальше работать. Дата и окончание работ по этапу договора считается подписан на акт или факт отправки материалов по электронной почте. Дата и окончание. Тут смотрите, если вы указываете в договоре, что сроки, например, мне на планировку дается 5 рабочих дней. С момента, как я направила заказчику, все, мои 5 рабочих дней уже не идут. То есть если я в эти 5 рабочих дней уложилась и надлежащий результат отправила заказчику, то я вложилась. То есть, соответственно, получается с датой отправки материалов, потому что дальше идет время заказчика на подумать. Возможно ли безопасно работать через договор-оферту? Возможно, но не всегда, потому что очень часто возникают все равно индивидуальные ситуации. То есть здесь я всегда говорю о том, что не может быть какого-то общего списка тех же чертежей, которые вы не редактируете вообще. Вот у вас есть, вам составили 5 лет назад, и вы его не редактируете. Нет, вы должны все равно под каждого заказчика, как правило, что-то менять. И это обязательно нужно учитывать. Поэтому договор-оферта, он не всегда подойдет именно под такие индивидуальные случаи. Но для большинства стандартных проектов вполне такой же договор. Насколько грамотно употребление термина «надзор» для дизайнера интерьера? Нормально. То есть вообще нельзя бояться слов. Это прям очень распространено среди дизайна интерьеров, что есть боязнь перед терминами, есть страх перед словосочетанием «техническое задание», есть страх перед словосочетанием «рабочий проект». Не надо этого бояться. Просто в договоре мы всегда описываем, что мы конкретно имеем под словом в данном случае «надзор». Если это авторский надзор, да, я, кстати, слышала, что надо сопровождение писать, а не надзор, в этом нет смысла. Если вы пропишете в договоре, что вы включаете в авторский надзор, что входит в ваши обязанности, и за чем вы следите, то никто не будет вам приплетать каких-либо дополнительных обязательств, не связанных с вашим договором. Но если договора не будет, или он будет прописан криво, то вам и с авторским сопровождением все равно приплетут, потому что будет аналогия, будут трактовать по аналогии. А аналогия у нас — это авторский надзор из архитектуры. Поэтому от этого мы никуда все равно не денемся. Давайте два последних вопросика. Я заявляю, что я делаю дизайн с учетом психотипов и семейных ценностей. Это не нужно учитывать в техзадании, в приложении к договору? Это же очень неоднозначные нюансы. Я пока не включаю это в приложении договора. Да, в договор это включать не надо, потому что это очень сложная, очень субъективная и оценочная категория. Все, что связано с оценкой, это невозможно оценить, когда мы говорим о качестве выполненной работы. То есть техзадание должно заключать именно четкие указания, которые можно будет впоследствии оценить, выполнили вы это или не выполнили. А оценить, выполнили ли вы проект в соответствии с семейными ценностями, очень сложно. И тем более в соответствии с психотипами, тем более сложно. Поэтому в договор лучше не надо. Это может быть указано у вас на сайте, на любом другом источнике информации о вас, но не в договоре. Так, и давайте последний. Вы говорите, что каждое действие нужно закрывать актом, письменно фиксировать все этапы работы, изменения. Но может ли в договоре рассматриваться пункт, то, наверное, конкретных действий? Конклюдентных нет. Да, это как раз речь о том, что если у вас договором предусмотрено, например, что приемкой выполненного этапа считается оплата по следующему этапу, если у вас предоплата по всем этапам. Ну или завершающая оплата по данному этапу. То есть да, это может быть, это должно быть просто четко указано в договоре. Я говорю о том, что именно в конце, когда вы сдали весь результат работ, там должен быть акт. А в промежутке должно быть так, как у вас написано в договоре. На самом деле вопросов еще много. Друзья, ну давайте поблагодарим Елену.